Спасибо за приглашение. Честь выступить на таком мероприятии большая для меня. Я несколько изменил заглавие. Дело в том, что решил немножко ниже опуститься, чем было заявлено в документе, до уровня самого низкого. Всего лишь до денег. Вроде бы о деньгах, если начать говорить, спросить любого, что такое деньги, любой даст исчерпывающий ответ. Но если копнуть поглуже, то выясняются странные вещи. Но я зачитаю лучше доклад свой, чем не надо. Думаю, что все согласятся с утверждением, что невозможно переоценить роль денег в жизни человечества. Это мощнейший источник энергии, влияющий на все, без исключения сферы развития человечества. Без них невозможно развитие. И любые программы, проекты, планы, даже самые гениальные, суждено остаться на стадии намерений. Но при всем при этом в России они рассматриваются только как экономический инструмент и воспринимаются лишь как категория количественная. Ни в одном доступном документе, ни на одном уровне управления государством, особенно в контексте обеспечения безопасности, деньги как политический инструмент не фигурируют. Что еще при скорбии, ни в одном российском ВУЗе знания о деньгах как о важнейшем факторе обеспечения развития и безопасности государства не преподаются. Обусловлено это тем, что в русскоязычной науке отсутствуют системные знания о природе современных фиатных денег, множествиях экономических функций и политической роли. Нет знания о процессе создания эмиссии денег, а также образующемся при этом эмиссионном доходе, обеспечивающем эффективность государства как хозяйствующего субъекта, соответственно, его экономическую и политическую конкурентоспособность. И это в условиях, когда обеспечение безопасности государства от военных угроз становится все более дорогостоящей задачей, а отношения России с главными геополитическими конкурентами напрягаются. И не преодолев отставание в этих знаниях и не создав систему, способную обеспечить финансовую самодостаточность и конкурентоспособность государства, очень сложно будет сохранить его политический суверенитет. И мой доклад именно о современных деньгах как о важнейшем факторе социально-экономической и политической значимости. И в связи с тем, что рассказать о природе современных денег, множестве их экономических функций и политической роли, да еще в одном докладе о контексте обеспечения безопасности государства в рамках одного доклада невозможно, я вынужден построить его в виде тезисных утверждений. Не буду отвлекаться на историю денег и начну сразу с последствий революции, в корне изменившей их природу. Функции и политическую роль, выпавшую из сферы внимания российской науки. Произошло это 15 августа 1971 года, когда доллар, к тому времени уже выполняющий роль общемирового мирила стоимости и главной расчетной единицы, был отвязан от частичного золотого обеспечения. В результате чего в мире возникла принципиально новая ситуация. Общемировым мирилом стоимости и расчетной единицы стала фиатная валюта, так называемый доллар США, имитируемый частной структурой. И современные доллары, будучи в ничем не обеспеченным, являются всего лишь неким объемом цифр, объявленных деньгами и их имитентом. То есть это определение современным деньгам, я даю. Сейчас вообще-то в российской экономической науке определение, что такое деньги, до сих пор не существует. Что такое современные фиатные деньги. И так получилось, что и сегодня, по прошествии почти полувека, мало кто понимает, что события, произошедшие в августе 1971 года, являются величайшей в истории человечества. Аферой неизмеримо более значимой, чем если бы, к примеру, эталоном длины был бы признан кусок резины, предлежащий какому-нибудь Остапу Бендеру. Я думаю, что столь невнимательное отношение людей к данному событию было вопиющим легкобыслием, свидетельствует тот факт, что с момента обретения долларом его нынешней функции, он стал для своих имитентов инструментом, позволяющим латентно грабить все человечество. Обусловлено это целым рядом причин, главные из которых. Непонимание человечества, природы современных фиатных денег, их экономической функции и политической роли. Сложностью архитектуры мировой финансовой системы и принципа ее функционирования. Монопольное формирование мировой финансовой олигархии, правил функционирования мировой финансовой системы и формирующей заодно и политику Запада в целом. От скупка эмитентами долларов по всему миру наиболее талантливых людей с целью их использования для дезинформации человечества обо всем, что касается фиатных денег и принципа функционирования мировой финансовой системы. Дело в том, что все, что касается фиатных денег, является самой большой тайной мировой финансовой олигархии, имитирующей их, поскольку их создание является ничем иным, как реализованной мечтой алхимиков, причем существенно усовершенствованной. Алхимики пытались превратить золото в какие-то вещества или добыть его из них, соответственно, были ограничены объемом этих веществ. Эмитенты же доллара создают их из ничего в любом объеме и могут безо всяких ограничений мгновенно перевещать их по всему миру. Единственным ограничением является угроза инфляции, которую они научились обходить с помощью разного рода сложных финансовых технологий. Навязав меру принцип капиталистического развития и опутав его метастазами глобальной финансовой системы, мировая финансовая олигархия год за годом, причем с ускорением, скупает и захватывает контроль над мировыми богатствами. И происходит это следующим образом. Я его сейчас верну. Посмотрите на схему. Вот нам рассказывают, что... Простите, извините. Нам рассказывают о этой системе, как вот так существует глобальная система. Что-то очень плохо видно. Что капиталы действительно создают... Значит, создаются деньги. Деньги эмиссионные, в том числе инвестиционный капитал, который создают науку, технологии, сырье, транспорт, производство. Потом создающие товарную массу, и который выходит на товарный рынок, промышленный капитал возникает потом. В реальности же все совершенно не так. Вот эта система... Вот эта система, она самодостаточная. Она может создавать капиталы. Вот три вот этих... Здесь возникают капиталы, создаются, и эти капиталы скупают, все остальное могут создавать. Будет команда капиталу мировому идти создавать? Капитал идет создать. Будет команда не идти, капитал не идет. Будет команда идти, созидать, идет, созидает. Будет команда идти, созидать, скупать, скупают все. Технологии, производство, промышленные предприятия, и в том числе и рынки тоже, рыночное пространство. Так что вот как функционирует финансовая система сегодня. Вот дальше могу продемонстрировать вот здесь, значит, это методология создания капитала. Вот только на одном инструменте, только на фьючерсах. В неограниченном количестве. Это сложно. Технологию сейчас объяснять довольно будет сложно, тем более здесь плохо видно, значит, к сожалению. Вот. И эта схема позволяет, на примере всего лишь одного финансового инструмента, без поставочных фьючерсов, выяснить. Устройство механизма создания денег. Второй принцип создания дезинфляционного режима практически неограниченного объема фиатных денег, то есть денежной массы. Способ абсорбции и стерилизации денежной массы. Вот на этом примере только. Четвертое, что ценообразование на все биржевые товары, включая нефть, не имеет отношения к так называемому рыночному ценообразованию. Все это искусственный политический фактор. Обе схемы позволяют сделать вывод, что развитие мировой экономики определяется мировой финансовой олигархией, контролирующей мировую финансовую систему и эмиссию основных мировых валют. Понятно, что в этой ситуации нас, в первую очередь, интересует положение и роль России в мировой системе. Россия с ее сверхлиберальной финансовой системой под контрольной мировой финансовой олигархией встроена на абсолютно бесправных условиях в мировую финансовую систему и является неоколонией, латентно эксплуатируемой с помощью разного рода финансовых технологий, в силу отсутствия в стране знаний о них, непонятных экспертному сообществу. Вот данное обстоятельство ставит руководство страны перед необходимостью форсированной деколонизации обретения финансового суверенитета. И эту задачу, судя по отдельным признакам, она пытается решить, но пока с нулевым результатом. Практически правильно сформулировать и поставить задачу некому, и поставить задачу, то есть сформулировать сами задачи некому, и поставить эти задачи для исполнения тоже некому пока. Вот такая ситуация у нас в финансовой сфере сложилась. В связи с нехваткой времени не буду тратить время на это разъяснение причин, а представлю свое видение ответов на вопросы. Что делать и с чего начинать? Понятно, что начинать нужно с правильного целеполагания, а именно принятия финансовой доктрины, в которой должны быть прописаны цели и задачи финансовых властей, финансово-банковской системы. Их главной задачей должно быть обеспечение финансовой самодостаточности и безопасности, являющейся на данной историческом этапе человечества необходимым условием для обеспечения политической независимости и безопасности государства. В связи с этим финансово-банковская система, будучи инфраструктурой, обеспечивающей безопасность государства, должна функционировать так же, как функционирует система обеспечения безопасности от военных угроз. У государства должен быть финансовый главнокомандующий, который должен сидеть не в ЦБ, а в Кремле. Эмиссионный центр Банка России, являющийся сердцем эмиссионной системы государства, должен быть суверенным, и к его деятельности и аудиту не должны допускаться никакие иностранные структуры. Эмиссия денег и структура баланса должна жестко контролироваться законодательной властью, а также ведомствами и лицами ответственности за обеспечение безопасности государства. В Совете безопасности должен быть отдел финансовой безопасности, причем под номером один, поскольку обеспечение всех остальных форм безопасности зависит от наличия у государства качественных денег в объеме, необходимом для обеспечения его экономической и политической конкурентоспособности. Под началом Совета безопасности должен находиться НИИ, выявляющий, анализирующий все новые веяния, методологии и технологии, касающиеся денег и процессов капиталообразования, способных влиять на эффективность и конкурентоспособность национальной экономике. Необходимо существенно повысить качество финансового образования. В ВУЗах необходимо предпринять знания, преподавать знания о деньгах, касающиеся не только уровня денежного обращения, но и эмиссионного, где они должны рассматриваться как инструмент обеспечения финансовой, экономической и политической безопасности государства. Главный экономический инструмент России рубль должен быть суверенной валютой, что требует изменения принципа его эмиссии. Имитироваться он должен не через покупку долларов или под так называемое золотовалютное обеспечение, как это происходит сейчас, а под обеспечение формализованных национальных богатств, а также государственных программ, проектов и ценных бумаг. Что касается функции национальной финансовой системы, то она должна выполнять следующие задачи. Насыщение национальной экономики и рынка качественной друблевой массы в объеме и на условиях, обеспечивающих их полноценное функционирование и развитие. Второе. Создание условий для интенсивного образования конкурентоспособного национального инвестиционного капитала, номинированного в рублях. Третье. Обеспечение финансовой безопасности государства через регламентацию деятельности капитала. Входить на российский рынок и выходить из него капитал, как отечественный, так и иностранный, должен только в интересах России. Без выполнения этих задач у России очень мало шансов не только на реализацию последнего майского указа президента, но и на сохранение в долгосрочной перспективе политического суверенитета. Кому, как и нам, россиянам, помнить о судьбе СССР, почившего в БОЗе в результате поражения в финансовой и экономической войне. Спасибо за внимание.